Ну что ж, я рад всех вас приветствовать в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. У нас сегодня с вами запланирована встреча с фотографом-журналистом Фаридом Губаевым. И в рамках нее будет такой показ, но это будет не презентация, потому что я вчера ездил в Москву и коллеги посмотрели фильм и хотят презентовать это все в Москве и делать такую масштабную презентацию. Сейчас цель какая? У нас такой достаточно будет, скажем, закрытый на самом деле показ. У нас рабочие версии, которые сейчас есть, вносятся правки, и поэтому я буду рад услышать от каждого из вас комментарии, пожелания того, как лучше нам показать какие-то фрагменты, на чем сделать акцент. Может быть, что-то похвалите, может быть, что-то покритикуете. Фильм, который создан, в общем-то, имеет характер, как мне сказали коллеги, наверное, международного уровня, потому что вот я очень благодарен, у нас присоединилась к производству голливудский продюсер Валерий Машинец, и сегодня будет видеообращение от нее. Мы вчера с ней встречались, обсуждали тоже многие моменты. Ну и, конечно, нужно поблагодарить моего научного руководителя, профессора КФУ Резиду Дауту, который настоял, собственно, на моменте принятия решения о том, чтобы делать дипломный проект именно про Фарита Губаева. У меня были сомнения о том, в какую дальше двигаться сторону и о чем делать документальный фильм. Я считаю, что это было правильно с ее стороны настоять все-таки на моей первой идее, когда она только зародилась о том, когда я узнал, что нам нужно на четвертом курсе делать документальный проект. И с Фаритом Губаевым, честно говоря, наверное, судьба, я должен поблагодарить ее, потому что больше четырех лет с Фаритом Саидовичем мы как-то сотрудничаем, и мне посчастливилось на самом деле работать дизайнером в его фотопроектах, видеть все эти фотоработы, потому что они для меня, вот многие из них действительно до глубины души знакомы. И слышать авторские комментарии в режиме реального времени, когда мы делали дизайн фотопроекта «Казань-Париж», и «Победа одна на всех», и «Искусство присутствия» фотоальбома, который включает, собственно, работы за 50 лет творческой жизни Фарита Губаева. Ну что ж, я думаю, что много благодарности я могу сказать и университету, и телеканалу «Универ ТВ», где мы снимали интервью с Фаритом Саидовичем, и наши эксперты, которые в общем-то все эксперты. Фильм носит характер такой, что здесь мы ушли от этой местечковости или регионального значения какого-то продукта, потому что зачастую ведущие хотят быть в кадре, хотят взять интервью, сидят там в кресле, здравствуйте, Фарит Саидовичем, это уникальный человек. Ну то есть какое-то субъективное восприятие. Я постарался, наверное, от этого уйти. То есть здесь присутствуют исключительно комментарии Фарита Губаева, комментарии экспертов уровня федерального искусствоведа, режиссера и фотографа из Вашингтона и так далее. И его, собственно, работы тот продукт, над которым он занимался. Давайте включим обращение Валерия Мышинец, продюсера, которая с удовольствием согласилась помочь в организации этого процесса съемочного. Видеообращение, которое мы вчера с ней записали, она очень извиняется, что не смогла приехать сегодня на такой закрытый показ. Но, надеюсь, я вас, во-первых, всех, если вы будете вдруг в Москве, я думаю, что это будет в второй половине июня, в музее импрессионизма, возможно. А, возможно, другая площадка станет для встречи, может быть, и с вами, и с Фаритом Губаевым, и с уже готовым окончательно продуктом. Слава, давайте поставим обращение Валерии Мышинец, она всех вас приветствует. Друзья, всем привет. Меня зовут Валерия Мышинец, я продюсер фильма моего друга Ильи Андреева. Документальный телефильм про Фарита Губаева «Искусство присутствия». Это была фантастическая возможность поработать на этой картине как продюсер и закадровый интервьюер. Давайте немного расскажу о себе. Я в 16 лет уехала учиться в Лондон, а затем в Америку в Нью-Йоркскую киноакадемию. Окончила ее по специальности продюсер кино и телевидения. Жила и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе. Работала корреспондентом красных ковровых дорожек. Брала интервью у иностранных звезд. Работала на детских программах, как ведущая кулинарных программ, ведущая новостей. А сейчас я нахожусь в Москве, где я, собственно, живу и базируюсь. Работаю продюсером, ведущей диджитал-проектов. Работаю приглашенным интервьюером и веду корпоративное телевидение в деловых компаниях. А также авиационный канал Авиа-ТВ. Очень много у меня разных деятельностей. Всегда открыто для новых предложений. И вот, собственно, такое предложение поступило от моего друга Ильи Андреева. Спродюсировать его документальный телефильм. Снимался фильм на два города. Казань и Москва. За все съемки, которые происходили в Москве, отвечала я. Организовала оператора. Все скоординировала. Благодарна очень Илье за то, что он предоставил мне такую возможность. Я познакомилась с талантливейшими, образованнейшими людьми, с настоящей интеллигенцией. Это были и галеристы, и художники, и фотографы. Я даже попала в большой театр. И увидела закулисную жизнь. Репетицию оперы, репетицию танцоров балета, лучших танцоров в мире. Все было потрясающе, восхитительно. Поэтому смотрите наш фильм. Мы его делали с душой, с любовью. Надеюсь, он вам понравится. Илья вообще большой молодец. Он сделал настоящий подвиг. Потому что ранее я не знала, кто такой Фарид Кубаев. Благодаря работе над этой картиной я прониклась масштабом этой личности. Узнала, что это вообще легенда живая. И цветовое решение, которое принял Илья, сделать фильм черно-белым, вижу очень классным, концептуальным. Поскольку это прям-таки дань великому фотографу. Всем прекрасного, приятного просмотра. Всем успехов в карьере, в творчестве. Вы выбрали очень интересный, сложный, но важный путь. Потому что мы журналисты, кинематографисты. Делаем очень важное дело. Мы оставляем след в истории. И рассказываем о чем-то важном. Поэтому не останавливайтесь, продолжайте. У вас все получится. Мы с вами сейчас перейдем к просмотру этого фильма. Давайте посмотрим. Есть такое выражение, что это образ жизни. Для меня, в данном случае, это способ. С одной стороны, самовыражение. С другой стороны, общение с внешним миром, с самим собой. Посмотрел видыскатель, нажал кнопку. Вроде кажется, все. А на самом деле, это такой экскурс. То есть, в этот кадр ты вкладываешь понимание, которое ты черпаешь из прошлого, о котором ты думаешь, заглядывая завтра. Фарид Кубаев заслуживает серьезного исследования, потому что любой фотограф, он, как мы понимаем, не существует в безвоздушном пространстве, он все время находится в соединении со многими деталями мира. Он фиксирует происходящие события и соотносит их с прошлым и с будущим. Вот важнейшее качество фотографа, если я правильно выражаюсь, состоит как раз вот в этом, в умении понять вот эту текучесть момента. И у Фарида Кубаева это очень ярко выражено. Он и сам человек без возраста, надо сказать. Я его воспринимаю как вечно молодый. Фарид очень требовательный к себе фотограф. И он очень много снимает, и всегда его фотографии очень хороши, совершенно по композиции. Что бы ни делал Фарид, он снимал много женщин, он снимал татар, снимал узбеков в Узбекистане, снимал Париж, снимал фестиваль в Монтрео джазовый. И, в общем, его рука всегда чувствуется. Вот видно, что это фотография Фарид. Его невозможно... Он имеет свое лицо, его невозможно перепутать с другими фотографами. Некий драматизм, некий пик конкретной ситуации и жизнь как таковую, которая течет своим чередом, иногда не замечая того, что происходит в этой кульминационной точке кадра. И вот это делает фотографии Фарида достаточно уникальными, достаточно неповторимыми и, ну, я бы даже сказал, поглощающими зрителя, потому что всегда есть на что смотреть. Я всегда прошу, кстати, своих героев, неважно, кого я снимаю, чтобы они смотрели мне в объектив, чтобы в этом я уже вижу некую правду. Реальность и правда, естественно, что человек, который будет смотреть фотографии, он понимал, что я действительно с этим своим героем контактирую в реальном времени. Я с ним общаюсь, он смотрит мне в глаза, а я смотрю в его глаза. А руки – это для меня очень одна из таких выразительных, будем так говорить, деталей частей тела, деталей медицинной фотографии, графическом. И это, когда возникает на фотографии сочетание взгляда и рук одновременно, они просто настолько усиливают вот это психологическое, эмоциональное воздействие на зрителя, на меня в данном случае в первую очередь. Фарид Губаев поет свою собственную песню, поэтому он другой. Он переживает все, что снимает. А это довольно редкое качество. Многие просто снимают, ну, как фотофиксация. Музыка. 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 Он никогда не ленился. В Москве открывается выставка. Фарид Губаев покупает за 3 рубля билет и едет на выставку из Казани в Москву. То есть он всегда был на острие, вот этого вот фотографического. Но мало таких фотографов, которые так преданы фотографии, которые так тонко чувствуют. Мне, конечно, больше всего нравится в его творчестве эта женская тема. Как неудивительно, вот именно ее он чувствует лучше всего. Музыка. Я смотрю на фотографии Губаева, мне все кажется, что он заново открывает для себя мир. Неважно, где бы он оказался, в каких-нибудь глухих лесах, я не знаю, в фотографии, цикл фотографий снятый в местах заключения людей. И вот этот вот внимательный, буравящий взгляд Губаева на тех людей, которые там находятся, стремление как-то проникнуться их жизнью, содержанием этой жизни, понять ее, меня всегда поражает. Губаева всегда интересны люди. Мне кажется, даже он очень-очень любит людей. И те события, которые происходят с людьми, составляют интерес его творческий. Как фотограф он, конечно, один из самых интереснейших в нашу эпоху, я даже так сказал, потому что он является проводником между тем временем, когда фотография еще в полной мере не была искусством. Люди еще не осознавали то, что тот взгляд фотографа, тот метод, которым он оперирует, может являться творческим актом. И вот это время, когда Губаев становился на ноги, когда созревал, вот в то время еще искусство фотографии некими высоколобыми искусствоведами не воспринималось как равное искусство вполне. А вот сейчас это уже, мне кажется, за гранью всех дискуссий на эту тему. И общепринято, что искусство фотографии вполне равноценное искусству живописи, графики, скульптуры, театру, кино. И Губаев вполне вписался вот в эту парадигму нахождения фотографии в мире искусства и своего персонального нахождения в этом виде искусства тоже. Он быстро адаптируется к текущей изменчивости мира, он быстро знакомится с людьми, у него прекрасный коммуникабельный ресурс, он может навести мосты самыми угрюмыми, самыми, как бы сказать, недобрыми людьми и сделать их добрыми. Как я прекрасно понимал, что я заснял его улыбку, которая была не ко мне адресована, на вопрос, что он общался с коллегой, и мне сказали, что старик, как правило, нет фотографий, где Картебрисон улыбается, он на толпе, на публике, он никогда не улыбается, он очень сдержанный, очень закрытый. Как ты поймал этот момент, говорит, удивительно, ну, потому что я стоял очень близко, как бы у меня, у его друга, Роберта Капа, есть замечательное выражение. Если ваша фотография не получилась, это значит, что вы не смогли подойти близко, так сказать, к объекту. В данном случае я был очень близко. То есть фотограф здесь выступает и психологом, и психиатром, в некотором смысле, и психоаналитиком, и человеком, который может своим взглядом изобразить не только хронику текущих событий, но и нечто глубокое, происходящее внутри, в глубине души каждого человека. Когда я снимал вот работу над проектом «Портреты ветеранов», «Победа одна на всех», я, естественно, приезжал в эти квартиры, где живут ветераны. Это могла быть и квартира городская, и деревенская комната, комната в деревенском доме, естественно, без каких-то таких больших этих люстр и так далее. И снимал я, конечно же, без вспышек, без студийного света, опять же, стараясь передать атмосферу, подводил своего героя к окну. И вот была ситуация, когда я подвел ветеранова, столетнего, как можно ближе к окну, он встал у стены, слева, точнее, справа от него окно, падает свет, а слева я увидел эта белая стена печки, то есть, вроде так, по освещению более-менее как-то все складывалось. Но поскольку был пасмурный день, то освещение было, конечно, очень такое ровное, без каких-то этих бликов, которые, я очень люблю, когда тени, солнечные блики, но не всегда это так бывает, у природы свои какие-то там графики. И вот я начинаю снимать, и вдруг, вот, я нажимаю на кнопку затвора, и вдруг появляется луч солнца, пробивает, падает, значит, с таким косым лучом на ветерана, то есть, блики, бликует на орденах, этих медалях, которые у меня на груди, я успеваю сделать несколько кадров, там, два и три кадра, и солнце исчезает, снова такая серая картинка, но я успел вот схватить несколько кадров. Я все-таки придерживаюсь такого, может быть, старомодного принципа, семь раз примерь, один раз отрежь. То есть, я должен понять, причем, долю секунды, оценить обстановку, ситуацию, и в нужный момент нажать кнопку. если я буду нажимать беспрестанно на эту кнопку, как это я буду управляться рыбаку, который кидает удочку в воду, вытаскивает, снова кидает, снова вытаскивает, надеясь, что вот на 15-й раз на крючок попадется какая-то мимо поплавающая рыбка. Но это бывает, может быть, где-то в фантазиях рыбака, рыбака, допустим, для меня, по крайней мере, фотографии это просто неприемлемо. Это взгляд доброго, заинтересованного, любопытного человека. Губаевская камера, она предельно гуманистична. Она пытается рассмотреть какие-то детали в человеке, которые, может быть, иной фотограф не заметит. А для Губаева форма не так важна. Для него важно, что происходит в этой форме внутри, что составляет ее сущность, как она изменяется. Вот эта содержательная часть формообразования в фотоискусстве является тем отличием губаевской губаевской фотографии от той, что мы видим ежедневно на выставках и в изданиях книг. Реальность, которую я пытаюсь зафиксировать, она должна быть очень честной. То есть, это во-первых. Во-вторых, вот мой глаз, допустим, видит полумрак, какие-то тени, какие-то перепады световые. И это же самое должно быть отражено на фотографии черно-белой. Это очень сложная, но это такая высокая алгебра. Я ее познаю каждый день и понимаю, что я еще далек от каких-то этих глубинных проникновений. У него безупречное чувство композиции, света. Естественно, фотография у нас всегда была черно-белой. Мы вообще не воспринимали фотографию никакую, кроме черно-белой. Черно-белой фотографии остались верны мастера, которые виртуозно, скрупулезно владеют всеми художественными и техническими возможностями именно этого вида отражения реальности и ее пересоздания. И Фарид, естественно, среди этих мастеров. И когда меня спрашивали, кем ты будешь, я помню, как ни странно, я говорил, что это, причем это было во втором и третьем классе даже, я говорю, что я буду писателем, потому что очень любил фантазировать, рассказывать какие-то небылицы, какие-то истории, якобы я вот был там, то я видел вот это. То есть таким фонтаном, фонтанировал какими-то событиями, на которых я якобы был, хотя я был всего-навсего учеником второго и третьего класса. И одноклассники меня просто не отпускали, если бы выдавалась какая-то свободная минута, ну, расскажи что-нибудь, вот ты видел фильм, говорил, что вчера, я понимал, что я никакого фильма вчера не видел, но я где-то так это похвалился, на всякий случай, а я вот кино смотрел, еще даже не знаю, какое бы название придумать, и мне приходилось придумывать сюжет этого фильма, невидимого мной, и за мной закрепилась такая, прямо вот в классе, там, в школе такая кличка, а, писатель, а, опять наш писатель. Музыка. 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 картина, это фильм, где люди проживают какое-то событие. И я понял, что это да, это в итоге я встал все-таки, получается, режиссером, потому что каждая фотография для меня, это как самостоятельный фильм, в котором живут герои. И эти герои не просто живут, проживают, а я могу с помощью этих героев сказать людям какое-то свое мнение об этом мире. Во-первых, огромное спасибо за нечастый видишь фильм про самого себя, хотя, честно говоря, вроде бы много было за все эти годы интервью и каких-то там телевизионных сюжетов. Но для меня очень дорого, вот сейчас я вот с благодарностью даже все это смотрел. Это мнение, конечно, моих московских друзей, коллег, потому что это дорогого стоит. Как правило, когда общаешься там за чашкой чая в галерее, скажем, у того же галерея, вот в его галерее знаменитой, ну, как-то не получается услышать что-то в своих работах, потому что, ну, как бы не принято, что называется, говорить в глаза какие-то там фразы. Я вот сегодня утром случайно, ну, просыпаюсь рано, в 5-4 утра, я как-то поймал такой интересный для себя канал, это называется канал «Время». Почему-то именно в 4 часа утра они показывают очень любопытные передачи, называется если я не путаю что-то такое жизнь и время. В общем, они приглашают, там ведущий, очень интересный музыкант, он приглашает в студию режиссеров, актеров, искусствоведов. Вот сегодня у него в гостях была сценарист Наталья, сейчас вот заклинила, вспомню, автор сценариев многих, и они как раз говорили про сценарий, который она написала и который она готовила вместе с Ларисой Шипетько, «Крылья», где главную роль играла Наталья Рязанцева, где главную роль играла как раз Майя Булгакова, уникальная, действительно, актриса. Я считаю, что фильм «Крылья», если вы его не видели, то просто очень рекомендую посмотреть, наверняка он есть, он должен быть в Ютубе. Фильм, конечно, на сегодняшний день очень старый, по времени 1900, даже страшно сказать, 1966 год. Ну, я, когда этот фильм смотрел, это было, ну, как бы сказать, относительно недавно, лет 20 назад, наверное, потрясающий, конечно, фильм. И я, честно говоря, благодарен Цюльбекарь за то, что она мне дарила встречи с людьми, ее творчество меня всегда просто приводило в какой-то такой, я бы сказал, не то, что восторг, а давало, окрыляло, что ли, давало какую-то новую энергию. Ну, скажем, та же Лариса Шипилько, я совершенно случайно с ней познакомился в Казани, она приезжала, привозила свой фильм к премьеру «Восхождение», 79-й год, кажется, январь месяц, да, в январе, в гостинице Молодежного Центра. Мы с ней общались буквально всего два дня, вот интервью было, то есть, корреспондент брал интервью, а я стоял, снимал в тесном номере этого гостиницы Молодежного Центра, а на следующий день мы еще просто гуляли по Зимней Казани, и я вот помню, я ее тогда спросил, Ларис, а как вам удается делить объектив, окуляр этого кинокамера с оператором, потому что это сложнейшее, в общем-то, одно дело, то, что видит оператор, и другое дело, что видит режиссер. Она так остановилась, на меня посмотрела, говорит, вы мне задаете очень болезненные для меня вопросы. и вот сегодня, когда я смотрел фильм, я вдруг понял, в чем, оказывается, была причина, потому что сегодня вот эта Наталья, она сказала, что когда они снимали, начали снимать этот фильм «Крылья», сначала пришел очень знаменитый, известный оператор, но когда он увидел на площадке Ларису, он сказал, я не буду снимать, и ушел. Она предложила еще одного оператора. Тогда Лариса сказала, я не буду с ним работать, он ушел. То есть, мужики-операторы боялись Ларису, как огня, потому что создавалась легенда, что это такая вот огонь баба, которая диктатор, которой там не угодишь, а она просто-напросто искала в операторе человека, который мыслит и видит, как она. Это, оказывается, такая сложная вещь, между прочим. И наконец-то они нашли, вернее, он сам даже нашелся, она говорит, один очень такой, уже в годах пришел ветеран, участник Великой Отечественной войны, она почему-то это подчеркнула и сказала, что я готов снимать этот фильм, потому что тема мне очень близка. И вот я подумал, что надо же, как угадываешь иногда, вот, задавая вопросы или просто общаясь с человеком, потому что, на самом деле, вот, не зря я, у меня сложилось название этого моей книги «Искусство присутствия», потому что, понимаете, мы все присутствуем в этой жизни, а уж тем более журналисты, мы все присутствуем рядом с какой-то личностью. Но проблема еще в том, оказывается, я вот недавно для себя это вывел, когда, собственно, искал название книги, альбома, да, можно присутствовать рядом с известной звездой, щелкать его, так сказать, пока он стоит на сцене или где-то там в кулуарах. Но вот потом продолжить, захочет ли эта звезда с тобой общаться после вот этой тусовки, там, скажем, пригласить тебя в гости, как, например, тот же Андрей Тарковский, и я был у него дома, так сказать, ел блины, которые пекла его теща. И это, в общем-то, знаете, как я понимаю, ну, было не просто так вот оказаться в доме человека, который настолько был и капризен, и настолько, ну, где-то жесткий, что ли, вообще не. Например, я рядом с ним, мы с ним примерно одного роста, но когда я рядом с ним находился, даже ничего не говорили, естественно, он говорил, ты только в молчах слушаешься с освящением. Мне всегда казалось, что я где-то там вот стою, а он там вот на горе. Это настолько уникальная личность. Но он просто не скрывал, он говорил, что я гений и требовал к себе отношения именно как к гению, за что его ненавидело все, вся кинобратия, потому что он это кинобратие, если вы почитаете его дневник, матеролог, там я не нашел ни одного режиссера, в чей бы адрес он сказал бы классный режиссер. Он в адрес всех говорил, а, это та сволочь, а, этот, понятно, бандачу, да ты что, до этого вообще печать стоит негде. Ну, остается только доверять его авторитету. И самая была для меня потрясающая, как бы, сцена, я ее всегда вот рассказываю, когда, я всегда это вижу, как будто это было вчера. мы сидели с Рашидом Суфиулиным, художником, который работал у него на Сталкере, сидим у него дома, в гостиной, на диване, напротив, там, стена, проходная, такой коридорчик, как бы, телефон стоит. И он нам показывал фотографии, то, что он снимал, пробуя, вот, для фильма ностальгия. И вдруг входит в комнату жена Лариса и говорит, Андрюша, тебя к телефону. Андрюша встает, значит, идет к телефону, телефон напротив, буквально там метр два. То есть, мы его видим, слышим, он берет трубку, так это, и начинает, ну, по крайней мере, для меня это, казалось, просто идеально по-итальянски о чем-то беседовать. Чисто по-итальянски. О, там что-то там, жетикулиры. И потом, так, знаете, кладет так усталую трубку, говорит, Антонионе звонил. Тут просто в осадок спускаешься, потому что ты понимаешь, ну, как вот можно так вот запросто с Антониони поговорить, да еще так это сказать, что, мол, достал уже вот того, что. Вот в этом, конечно, тоже вот есть такое некое, как бы сказать, ну, такая характерная черта Тарковского, да, его нужно смотреть, конечно, очень философски, я бы сказал бы. Ты или соглашаешься, или нет, ну, вот что касается вот всех фотографий, то, что вы видели, конечно, мне было немножко жаль, что качество это, к сожалению, не выставочное, экран, но это, видимо, я думаю, проекция очень многое значит, потому что, на самом деле, фотографии, они плотнее, они, так сказать, темнее, плотнее, ну, зрачнее, что называется, да, здесь они были очень бледные, многие фотографии, но это просто издержка, видимо, уже будем так говорить, трансляция там, с ноутбука, на экран, там еще как-то что-то, вот, но я думаю, что это можно, наверное, поправить, если там дальше этот фильм показывать, потому что для меня очень важно, вот, чтобы фотография, конечный результат, это лист бумаги, на котором отпечатан этот снимок, например, когда, вот, последний раз я встречался с Эльдаром Галеевым, он сказал, я бы хотел купить у тебя несколько работ, но ты же понимаешь, мне нужны работы, напечатанные не в фотолаборатории, обычным способом, на автомате, это стоит пять копеек, это никому не интересно, мне нужна живая печать, аналоговая, то есть это надо напечатать в лабораторию, на живой бумаге, окуная ее в проявитель, в закрепитель, и тогда эта фотография имеет ценность, и галеречки, эти такие работы покупают за просто сумасшедшие деньги, если, ну, автор того стоит, поэтому, но сегодня эта проблема оказывается в Казани, я даже не знаю, где можно найти такую лабораторию, чтобы принести файл, чтобы его напечатали на живой бумаге, вживую, что называется, потому что сегодня, к сожалению, как бы сказать, вот массовые зрители, я это не принижаю, как бы, да, но, вот как время странно устроено, когда я был, что называется, там, в первых начальных классах, я, естественно, знакомился с шедеврами Третьяковской галереи, по, как мне тогда казалось, по замечательным репродукциям, которые печатали регулярно в журнале Огонек, были развороты такие, я даже их коллекционировал, сегодня я понимаю, что это такое жуткое качество, репродукция, то есть, мы жили, я, по крайней мере, жил в эпоху репродукции, то есть, живопись была, значит, в альбомах жуткого качества, но это были репродукции, зарубежные фильмы, я видел только в критических статьях киноведов, которые, пользуясь своим статусом, ездили на кинофестивали, смотрели фильмы, а потом очень подробно описывали, чем плохо этот сценарий, чем плохо этот фильм, вот я был в Венеции на фестивале, безобразие, такие фильмы показывали, и с таким сладострастием расписывают каждый фильм, так сказать, от первого до последнего кадра, ну, ты читаешь, что ты говоришь, спасибо, хоть так я буду знать, что это за фильм, ну, и потом, уже постарше, я помню, здесь, на кинохроне, у нас была киностудия, сейчас, к сожалению, покойник, уже покойник, это в районе Тасмы, там проходили, раз в полгода, что ли, да, так называемые, закрытые просмотры, для спецпублики, то есть, имелось в виду, для репродукции, для, для, так сказать, людей, кого можно пускать, на такие запрещенные фильмы, показывали шедевры мировые, ну, как правило, в зале, вот, небольшой зал был, я помню, да, примерно, треть стульев занимали, директора ресторанов, магазинов, но это нужные люди, сами понимаете, как без них, а нас пускали с таким скрипом, с таким боем, я помню, Коля Морозов, кинооперат, он работал, тогда еще на кинохронике, он мне говорит, старик, не бойся, мы сейчас там через туалет, пролезем в окно, попадем, то есть, мы не могли попасть на вот эти просмотры, официально, так скажем, потому что мест было мало, а руководства, начальства было много, к сожалению, вот, и вот на этих закрытых просмотрах, ты когда видел, наконец-то, вживую эти фильмы, ну, с одной стороны, ты терялся в догадках, что здесь запретного, почему эти фильмы закрытые, например, там, скажем, фильм, я впервые видел, ну, «Порлетай над внизном кукушке» с Николсоном, или там еще что-то, это потом, сейчас уже, они стали доступны, в любой лавке можно купить, так сказать, кассету, DVD, так сказать, диск какой-то, нет проблем сегодня, сегодня телевидение вообще заполнено, так сказать, такими фильмами, за которые просто в 80-е годы сажали в тюрьму, тебя ловили, что ты их просматривал, дома сидел, все эти Эммануэли, там, прочее, в общем, все меняется, ну, я с чего начал, что, вот, как ни странно, да, мне это горько сознавать, мало что меняется, оказывается, то есть, я смотрел фотографии, скажем, кино, и живопись, статиковки в репродукциях жутких, а сегодняшнее поколение смотрит фотографии, и ту же живопись, в интернете, через смартфоны, так сказать, когда я помню, была развеска моей выставки по Парижу, и два рабочих развешивали, вешали как раз работу, там, эльфовую башню, фотографию, я невольно услышал разговор этих ребят, один другому говорит, «Вась, ты бы хотел посмотреть на эту эльфовую башню?» А Вася сказал ему, «А зачем? Я же вижу ее на фотографии». Достаточно. Вот, понимаете, сегодня получается опять та же самая цепочка, когда очень много зрителей, которые видели, как Вася видел у Николая что-то. Вот, то есть, я всегда был жадным до вот этого восприятия реального, да, 12 этажей издательства, нынешнее, так сказать, Татмедиа, я был единственным человеком, оказывается, во всем этом издательстве, которое в своей коморке на втором этаже, это бывшие, это комнатушки 2 на 1,5 метра, которые планировались по проекту быть туалетами, но потом спрохватили, что фотографам, оказывается, не нашли место в этом здании, и нам отдали эти туалеты, так сказать, под фотолабораторию. Я там умудрился поставить книжные стеллажи, и туда складывал книги, альбомы, журналы, которые привозил из Москвы, так сказать, когда бываешь там поезд. И вот мы как-то беседовали с Ильей, и он меня спросил, что-то там тоже про учебу. Я сказал, ты знаешь, для меня очень символично, в 76-м году я защищал диплом свой, как студент КГУ, университета, отделения журналистики. Мой диплом был по фотографии, то есть я анализировал фоторепортажи в газете «Комсомольца Татария», где я, кстати говоря, работал тогда. Вот, вот, и я помню, прошла защита блестящая, и мой руководитель, Джавид Аксюрин, пожал мне руку и сказал, ну, теперь давай к нам на работу, на кафедру журналистики, мы тебя берем лаборантом. Я сказал, знаете, нет, мне свобода дороже. Поэтому я, так сказать, отказался от этого престижного предложения работать в университете, потому что лучше я буду сюда приходить в гости. И когда мне опять же спустя много лет позвонили с кафедры и сказали, вот, к сожалению, Джавид умер, не хотели бы вы преподавать фотографию, я честно сказал, что, во-первых, кому ее преподавать, а во-вторых, вы же будете мне платить пять тысяч зарплату, а мне не хватит денег, чтобы даже доезжать до места работы и выезжать. Ведь пять тысяч, будь не больше же. На что мне Светлана сказал, да, пожалуй, не больше. И еще один парадокс. Я впервые выступаю сегодня на площадке университета, ну, где-то даже немножко ликую в глубине души, потому что до этого мои какие-то, даже не мои просьбы, а просьбы там за меня кто-то просил, а нельзя ли Губаева выступить перед студентами в университете. в ответ получали такое молчаливое нет. При этом я каждый год выступаю в университете в МГУ в Москве перед журналистами. Там почему-то считают нормально приглашать меня в гости, считают, что я один из лучших, кто там может выступать. Но это тоже специфика, видимо, как сказать, такого местного климата, что ли. то есть никогда не бываешь у себя дома, так сказать, как когда-то там есть такая фраза, нет пророка в своем отечестве, поэтому меня замечательно знают в Париже, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, ну еще где-то там, скажем, в Питере, в Москве, само собой. Но в Казани меня предпочитают как-то обходить страну, потому что говорят, что шибко ведешь себя независимо. Даже я помню, на каком-то приеме я оказался рядом с министром, я уж не буду назвать его имя, он мне так в сердца сказал, ты что, очень богатый, что ли? Я говорю, почему? А почему никогда ничего не просишь? Вон твои коллеги, кабинет, как говорится, каждый день в приемной сидят, просят, что-нибудь да просят. Я говорю, знаете, все, что мне нужно, у меня есть с собой или в камере, так что спасибо. Ну вот, спасибо, что, так сказать, как называется, мой монолог, этот вы как-то выдержали, я готов ответить на ваши вопросы. Многая весна, Татьяна Анатольевна, доцент кафедры телепродавства с цифровой коммуникацией. Во-первых, я пользуюсь случаем, хочу вас поздравить сегодня день республиканской печати, так что совпало, очень удачно, очень искренне вас поздравляю, я слежу за вашим творчеством, я тоже выпускница была, работала журналистом, сейчас преподаватель. У меня такой вопрос, пригодилось ли вам вообще в жизни наше журналистское образование? Журналистское образование, именно образование. Я думаю, что да, потому что, ну, во-первых, есть такая фраза, с одной стороны, я не помню, кажется, я говорил Карл Чапок, что журналистам становится где угодно, но только не в стенах университета. Я же считаю, что университет, я считаю, что университет, ну, просто мне дал потрясающую атмосферу и, будем так говорить, общение, среда, общение, умение. Потом, это же были потрясающие, вот, кстати, сегодня, кажется, я тоже на телевидении, была встреча, была программа с актером Ясуловичем, он сказал замечательную фразу. Он сказал, что, вы знаете, говорит, да, мы народные артисты России и так далее, но ведь мы стоим, мы карлики, которые стоим на плечах этих, вот. И вот, я считаю, что, по крайней мере, мне повезло, я становился, как журналист, именно стоя на плечах вот, великих, потрясающих и преподавателей, и вот, журналистов, с кем я общался, потом, сама среда, вот, учебы в университете, это настолько потрясающая школа, и вот, насчет школ, кстати говоря, тоже, немножко продолжу, мы в жизни проходим очень много университетов, значит, у меня их, примерно, получается, три, я так посчитал, это, само собой, значит, Казанский университет, второй университет, я считаю, для себя, это просто, мое постоянное пребывание в Москве, где я обрел очень много коллег, кстати, москвичей, фотографов, не только фотографов, художников, это, я считаю, для себя университет, который я до сих пор еще как бы продолжаю посещать, потому что бываю часто в Москве, общаясь, а еще один университет, я даже не знаю, назвать его университетом, или школой, это наша фотогруппа ТАСМА, которую мы создали где-то примерно в середине 70-х годов, 74-й, даже, мне кажется, если я не путаю, на следующий год будет даже 50 лет уже как ТАСМА возникло, она, конечно, официально нигде не существует, давно уже не существует, но, как я говорю, что мы же нигде не были официально зарегистрированы, мы вот собрались, 15 человек, как-то сами себя вот схватили за руки и выдержали вот этот достаточно своеобразный курс бойца, это вот эпоху застоя 70-е годы, 80-е годы, а потом уже началась перестройка, и нас всех раскидало, разметало в разные стороны, уже самостоятельно плавание такое, для меня это, конечно, было, я пришел в ТАСМА, вернее, в фудоклуб Волга, ну, десятиклассником был самый такой молодой мальчишка, меня с трудом приняли в фудоклуб Волга, потому что я показывал фотографии, такие смешные, детские, любительские, что может снимать школьник, цветы, цветущие там, яблонь, и я помню, как тогдашний член этого клуба Волга, Володя Сучев, который сегодня легенда, так сказать, документальной, мировой фотографии, человек, который уже живет много лет во Франции, в Париже, он как раз жил еще в Казани, был в этом клубе Волга, и он сказал, что ребята, мы пока не можем этого школьника принять, у него слишком буржуазные фотографии, там цветочки, там красивые какие-то эти девочки, вот, и когда я помню, с ним встретился после долгого прерыва, он уже жил в Париже, и вдруг мы с ним встречаемся, где бы вы думали, в Исаконском соборе, 91-й год, шла служба в честь императорского, так сказать, там, Романовых, приезжал князь, я случайно вижу его, Игорь Володь, вот ты стоишь в таком жутко дорогом пальто, живешь в Астории, кто из наших буржуи, я или ты, напомнил ему тогдашнюю его реплику, но это была удивительная, конечно, эпоха, тасма, столько я получил, я наконец понял, язык фотографии, что это такое, именно в Тасме мы для себя открыли, здесь как-то не очень прозвучало, наверное, что я для себя вот открыл, ну, как и мои коллеги в Тасме, это имя гениального Андрея Катебрисона, это отец, я считаю, начальник фото-журналистики, фоторепортажа, и я настолько вот проникся его творчеством, его работами, был действительно фанатом, пытался найти все, что можно было найти о его публикации, но в те годы это нереально было, я даже открою маленький секрет, я как-то приехал в Москву и пытался понять, где можно купить, достать альбом Катебрисона, это было примерно где-то конец 70-х годов, 79-й или 80-й год, и мне сказали, ты знаешь, наверное, можно найти альбом, только разве что в библиотеке иностранной литературы, я говорю, да, а как тут попасть, ну, не знаю, я пришел в эту библиотеку, мне говорят, ну, во-первых, вы, так сказать, не имеете московской прописки, то есть вы здесь не живете, во-вторых, вы хотите получить книгу из закрытого фонда, опять закрытый фонд, он там был в закрытом фонде, оказывается, альбом Крисона, я говорю, а что же делать, ну, вот если вы привезете бумагу, справку, типа того, что вам действительно это надо, я поехал в Казань, я уж не помню, где-то, то ли в редакции, я попросил кого-то написать письмо, типа, мне вот для курсовой работы надо якобы вот альбом там западных, хотя французских фотографов, что-то такое, я приехал с этой бумагой в эту библиотеку иностранной литературы, она возымела действие, меня допустили святая святых, принесли мне несколько альбомов разных западных фотографов, закрытых для основного читателя, и вот я тогда впервые перелистал альбом Cartier-Bresson, ну, был, конечно, действительно, ошарашен просто его умением, видением, и судьба мне подарила, видимо, в знак благодарности мою вот эту трепетность перед этим именем, и когда я впервые приехал в Париж в 95-м году, и буквально на второй день, что ли, даже не помню, сейчас на третий день, вечером, меня новый приятель, коллега, пригласил на фото-выставку, сейчас даже не помню название этой выставки, и там я увидел живого Андрея-Bresson со своей, вот здесь была вторая, когда там стояли две женщины, одна из них, это вот его супруга Мартина Франк, вторая, не менее легендарная личность, Сара Мун, фотограф, и вот я впервые в жизни, так сказать, держал в руках ладони Брессона, общался с ним, как мог, на английском языке, и даже получил от него такой комплимент, что вы, наверное, лучший фотограф, России, раз вот, так сказать, со мной так общаетесь, то есть вот, судьба дарит тебе такие подарки, да, если ты действительно верен вот своему, так сказать, ремеслу, что ли, я не знаю, можно ли вообще назвать образ жизни ремеслом, вот, примерно так. есть вопрос еще? Смелее, 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 когда еще, так, вживую, в университет меня не пригласят еще раз, так сказать, приемник, приемник у вас есть, отобранный, а вы передали, что это сделано, не помогает? Ну, учеников у меня, наверное, нет, единственное, я как бы считаю своим таким, как бы, ну, скорее, может быть, не то, что учеником, ну, по крайней мере, статус, наверное, чуть выше, это вот, сегодняшний герой этого дня, вот, Илья, потому что я очень ему благодарен за его такое, как сказать, очень, как сказать, с одной стороны, доверчивость, что ли, да, вот довериться такому совершенно, человек, который, как сказать, вот, вечно в каком-то поиске, в каком-то смятении, то есть, я не люблю вот как-то, чему-то учить кого-то, что-то объяснять, я всегда говорю, ну, посмотри рядом, постой там, пообщайся, потому что что-то, ну, чуть виденье, я считаю, это нереально, единственное, я всегда советую, я говорю, ходите почаще в Лувр, там, не знаю, там, в Уфицию, или еще куда-нибудь там, в Третьяковскую галерею, в конце концов, не, на самом деле, потому что, ни в коем случае, не смотрите репродукции альбомов, какие бы ни были качества хорошего, да, ни в коем случае, не смотрите фотографии на экране монитора, или там, тем более, что в смартфоне, это просто преступление, потому что, там настолько все убито, я вот совершенно где-то, а, ну, как раз я приезжал в Москву, в марте, вот, получать награду союз журналистов России, за вот эти два альбома своих, и утром было время, я так оказался рядом, случайно совершенно, смотрю, за спиной стоит здание Третьяковской галереи, я стал вспоминать, когда же там был последний раз, не мог вспомнить, я пошел, значит, в Третьяковку, два часа я ходил, просто совершенно был в таком, не знаю, это, потрясающем состоянии, я думаю, почему я не живу в Москве, я бы ходил каждый день, как на работу в Третьяковку, не, на самом деле, я много видел работ, это просто, ну, вот, как бы, это твое прошлое, твое детство, твоя школа, там, картинки из учебника, но я привык, чтобы учебник, ну, такая картинка, там, ты богатыря, там, или, Аленушка сидит, на берегу, или там, охотники на привале, а в реальности, это совершенно другой размер, другая картинка, другая живопись, в Рубле, вообще, так сказать, просто, был в таком, восторге, хотя, я понимал, что я шел, в данном случае, в Третьяковку, для того, чтобы все-таки найти зал, русской иконы, и увидеть, любимую икону, это Троицу Рублева, и вы знаете, опять судьба, как помогла, да, я вот был там, значит, в марте месяце, а вчера читаю, что оказывается, эту икону передают, значит, уже, ну, какой-то, я не знаю, в каком храме она будет храниться теперь, скорее всего, в этом, наверное, а? можно, да, ну, в общем, то есть, она, как бы, теперь ее не будет уже в Третьяковке, ну, значит, придется кому-то из вас принять христианскую веру, ходить в храм, чтобы любоваться этой иконой, ну, это действительно, это потрясающее, конечно, зрелище, у меня дома висит, там, небольшая копия, но я понимаю, что это такой эрзац, который совершенно не меняет, не может заменить, поэтому мой призыв к вам, да, общайтесь с оригиналами, журналисты, не ленитесь, брать интервью не по телефону, а идите живьем к этому человеку, мало того, если даже вы идете к этому человеку, ну, не поленитесь, хотя бы почитать что-то о нем, не спрашивать его, какого цвета белая лошадь, потому что, иногда бывает стыдно, я вот стою рядом с журналистом, бывает, он такой вот, когда там интервью с какой-то звездой, и ты видишь, как терпеливо, словно зубную боль, этот герой, выслушивает эти, ну, просто забавные, обстановивные вопросы журналистов, особенно девочек, которые так любят тут подойти, так это, жеманно, протянуть микрофон и спросить его, а над чем вы работаете, ну, поленитесь, что ли, не поленитесь, ну, посмотрите, что он вчера написал, и что он, так сказать, сказал в 55-м, или в 105-м интервью, на чем он работает, но, все-таки, я считаю, журналистика должна быть намного глубже и серьезнее, это все-таки, общение с живой звездой, с вашим героем, причем не важно, это ветеран войны, или это, там, Никита Михалков, у вас к нему отношение должно быть очень, ну, с одной стороны профессиональное, а с другой стороны оно действительно должно быть очень, вот, надо быть любопытным, вот, я, например, любопытный человек, я утром просыпаюсь, первым делом я бегу к окну, посмотреть, что там за окном, какая погода, если туман, я выскакиваю, начинаю снимать, если там что-то происходит, я тут же как-то реагирую, и вот это любопытство, мне кажется, это один из таких поводерей, наверное, для журналистов очень важных. Вопрос вот девушку хотел задать. Я хотела спросить, расскажите, пожалуйста, о самом необычном, о самой необычной фотографии, которую вы когда-либо делали, или, возможно, об интересном случае, который случился вот во время процесса делания вот этой фотографии. Ну, знаете, вот, ну, для меня самые сложные были всегда фотографии, это, конечно же, это общение, которое так, со звездами, что ли, с уникальными людьми, потому что это все-таки налагает определенный какой-то даже страх, знаете, это как войти в клетку к зверю, и ты никогда не знаешь, как он на тебя зыркнет. Допустим, я там попросил этого охранника, который охранял своим широким, так сказать, телом дверь в гримерку Святослава Рихтера в прерывах на концерты в Казани. Я говорю, ну, приоткры немножко дверь, ну, дай я хоть камеру как-то просуну, мне кадр надо сделать. Нет, и все. Ну, все-таки я кое-как уговорил его, он чуть-чуть приоткрыл так эту дверь, но это была, к сожалению, еще тогда эпоха зеркальных камер, пленочных. Я просунул камеру, не видя толком ничего там, вижу, где-то он в углу там сидит, вроде бы, щелкаю, мне показалось, как будто разлаз такой выстрел, камера грохнула, ректор сидел в забытии, он так поднял голову испуганно, я думал, все, сейчас будет такая вылочка и этому охраннику, что у меня, и мне, само собой. А он вдруг улыбаясь, говорит, а можно вы вас пройдите сюда? Я вхожу. А вы не могли бы сделать мне фотографию на память с моими друзьями? Вот, понимаете, тут как бы, вот есть такая заповедь, да, у фотографа, одна из заповедей, сначала сделай, потом извинись, то есть, иначе не будет фотографии. И точно так же, я три дня пытался пробиться в квартиру композитора Шнитке, если честно, да, мне совершенно он был неинтересен, я его толком даже не знал, кто это такой. Но мне дали задание в редакции, надо сделать фотографию и портрет, Шнитке. Я говорю, ну ладно, что тут такого, подумаешь, дали командировку, я поехал в Москву, дали телефон, адрес домашний. Я так спокойно, наивно, где-то так это, а, что там, подумаешь. Набирая номер домашний, женский голос говорит мне, молодой человек, забудьте этот номер, потому что он болеет после инсульта, никаких контактов, просто не будет. но, поскольку журналист, человек, это должен еще обладать такой чертой, как наглость, хамство немножко даже, да, наверное, иначе не пролезет сквозь толпу, на следующий день я опять звоню, не знаю, на что надеюсь, и опять женский голос уже с металлом. Я же вас просила не звонить. Я положил трубку. А уже на третий день мне нужно уезжать. Вечером уже билет в кармане, все, Татарстан ждет. Я вдруг вспомнил, что у меня же есть адрес этого композитора. Я еду, нахожу адрес, днем поехал, помню. Слава Богу, возле этого сталинского дома, одноподъездного, стояла телефонная будка. Это был еще 80-е годы. Я две копейки кидаю, значит, набираю номер. И вдруг я слышу дребезжающий голос больного человека, ну, мужской, по крайней мере, слава Богу. Да, я вас слушаю. Я, конечно, в полной такой растерянности уже ждал, что еще очередная будет выволочка. Я говорю, вы меня извините, но я вот уже третий день вам звоню, я вот из Казани приехал. Он говорит, я понял вас, жена пошла за хлебом, если успеете приходить. Я пулей поднимаюсь там, я не помню даже, какой этаж был, третий или пятый. Я до сих пор молю Богу, что то ли была очередь за хлебом. Но мы с ним проговорили полтора часа, он истосковался по общению. А жены не было. Если она пришла бы, я бы здесь не сидел, конечно. Я понимал, что я не могу заставить больного человека, он действительно, после инсульта, еле вставал, еле ходил. Просить его, сядьте здесь, сядьте здесь. Но я понимал, что мне нужно сделать хотя бы несколько фотографий, чтобы как-то был какой-то выбор. Он тоже это понимал, в общем-то. и я до сих пор удивляюсь, как я, не знаю, его творчество, с ним мог продержаться полтора часа, мы беседовали, я не знаю, о чем угодно. И о музыке, наверное, и о фотографии, еще о чем-то, о Казани, где он так и не был. И, в общем, это было такое, на меня, счастливое состояние, да, вот, ты живым вышел из клетки с тигром, но результат, конечно, стоил того. И вот такие встречи, они, поэтому мне трудно сказать, какая у меня самая такая самая, но, пожалуй, вот такие, когда вот совершенно непредсказуемые возникают подарки судьбы, как встреча с там же Брессоном или, скажем, Ларисой Питько, например, я до сих пор в загадках теряюсь, да, мы с ней общались в этом номере гостиничном буквально 15 минут, я ее сделал, несколько фотографий, собираюсь уходить, ну, походу, что-то я ее спрашивал, возможно, не помню сейчас, и она говорит, ну, вы же фотограф, я говорю, да, конечно, а вы не могли бы показать мне несколько своих фотографий? Я говорю, вы знаете, вот издательство напротив, через дорогу, если вы меня дождетесь, я принесу, сбегаю. Я помчался, сломя голову в издательство, в свою лабораторию, слава богу, лежали на столе какие-то фотографии отпечатанные, я схватил их в охапку, в общем, не разбирая, я помчался опять в гостиницу, и вот, как сейчас помню, она сидит, номер маленький же, был тесный, она сидит на кровати, на подоконнике складывает мои фотографии, и когда эту пачку перелистала, она мне говорит, а что вы здесь делаете? Я говорю, работаю, живу, ваше место в Москве, приезжайте, я вас обязательно сведу с людьми, вы должны там работать, с вашим видением, а для начала, говорит, я вот буду летом снимать фильм «Прощание с матерой», под Калинином, тогда это, сегодня это Тверь, а тогда еще был Калинин город, я вас приглашаю на съемки этого фильма, это был такой подарок, думаю, надо же, обычно режиссеры очень ревниво смотрят, чтобы не было посторонних на площадке, но, к сожалению, в июле, пришло сообщение страшное, она погибла в катастрофе, в автокатастрофе, они снимали фильм, когда, ну, еще только начали пробы делали, они рано утром, в 5 утра, кажется, поехали искать пробу на какую-то площадку, а водитель, они, причем машина сидела, она, сценарист, кажется, оператор, в общем, битком была «Волга забита», набита, и они поехали, оператор, а водитель всю ночь не спал, оказывается, в общем, был с похмелья жуткого, и он вывел машину на встречку, попали под КамАЗ, в общем, все в лепешку, вся машина в лепешку, это была такая трагедия, конечно, да, но, вот самое удивительное, как бы сказать, вот, я до сих пор мысленно с ней общаюсь, я до сих пор с ней сверяю даже какие-то там ситуации, фотографии, потому что это настолько, вот как-то запало вот общение с ней, хотя мы общались всего там два дня, там по полчаса, то есть есть вот такие люди, которые, я считаю, это просто счастье вот с ними, вот как-то пересечься, увидеться, ну, таких подарков, вот я считаю, в жизни было много, и тот же Тарковский, который я только-только сейчас, спустя 30 лет, начинаю вот так, его, по крайней мере, его фильмы понимать совершенно по-другому, да, можно простить, можно там, как сказать, отнеситься очень так, что вот он там всех хает, ругает, все плохо, человек жил в жуткой материальной такой зависимости, денег нет, по несколько лет нет ни заказов, ни съемок, то есть такая озлобленность, казалось бы, да, но ты когда смотришь фильм, ты понимаешь, что вот как бы ты вот общаешься совершенно с другим искусством, которое до сих пор подпитывает очень многих, очень многие на его искусстве паразитируют, там, берут один в один его манеру, там, или еще что-то, какие-то там приемы, приемчики, скажем, при всем моем уважении Сокурову, это, ну, ну, нельзя же быть вторым Тарковским, найди ты свой язык, или там Звягинцев, допустим, которые, ну, в общем, тут много таких вариантов, да, то есть, вот, наверное, мое вот это искреннее доверие вот к моим героям, оно, видимо, и дарило вот такие счастливые минуты общения. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова